Всем привет, с вами инженер-электрик Якимов Игорь. Я часто сталкиваюсь с ситуациями, когда пожарное УЗО переоценивает. Заказчик считает, что можно сэкономить на монтаже электропроводки, но если поставить хорошую автоматику в щите, то можно спать спокойно. И эти пожарные УЗО и автоматы известных фирм однозначно защитят его от пожара. На самом деле, в монтаже электропроводки все важно. Как автоматические выключатели и УЗО в самом щите, так и грамотно смонтированная электропроводка. Автоматика в щите дома не может защитить от всех дефектов электропроводки. Давайте рассмотрим схему подключения пожарного в УЗО в однофазной схеме подключения. Обычно на входе в щит стоит двухполюсный автомат. Затем подключен электросчетчик. После него подключено пожарное УЗО. А уже после него электроэнергия разветвляется на несколько линий электроснабжения. Каждая линия защищается отдельными автоматами защиты. В данной схеме каждая линия защищена отдельной связкой УЗО на 30 мА и автоматическим выключателем на 16 ампер. Данную связку можно заменить диф автоматом. На некоторые линии достаточно поставить автомат без УЗО. Большие схем подключения УЗО я рассматривал в отдельном уроке. Ссылку на него я дам в описании. В процессе этого урока будем рассматривать связку пожарное УЗО и входной автомат. Об них и будем говорить в продолжении этого урока. Рассмотрим вариант, когда не ставят с пожарным УЗО автомат защиты. Отсутствие связки автомата защиты является первой причиной возникновления пожара. УЗО не может защитить в случае короткого замыкания и перегрузки цепи. Оно реагирует только на токи утечки за пределы цепи. Тока наличия автомата защиты позволит защитить цепь от короткого замыкания и перегрузки. Самостоятельно УЗО защитить от этого не может. Оно не для этого предназначено. Конечно, обычно, как в прошлой схеме, после пожарного УЗО стоят автоматы защиты на каждую линию. Это как-то спасает ситуацию. Но все равно, при большом количестве линий, ток через УЗО может значительно превысить номинальный, если его не ограничить водным автоматом. На одном объекте реально произошел пожар, из-за того, что местный электрик переоценил возможности УЗО и поставил его без защитного автомата. Сам же ремонтировал розетку в доме и в ней коротнул фазу с нулем. УЗО, как положено, на это никак не отреагировало. Проводка в результате загорелась. Местный электрик долго не понимал, почему УЗО не сработало, пока я ему это не объяснил. После этого электрика выгнали, а я восстанавливал проводку в доме. Как этот электрик компенсировал материальные потери из-за пожара, я не в курсе. Но особо брать с того электрика было нечего. Обычный любитель выпить. Такое может произойти, если вместо ДИФ автомата поставить УЗО автомат. Они внешне похожи. Я собираюсь создать ролик, чем отличается ДИФ автомат от УЗО. Как по подключению, так и внешне. Ссылку на ролик я оставлю в описании. Второй причиной возникновения пожара является искрение между фазой нулем. Но тока утечки при таком искрении недостаточно, чтобы сработал автоматический выключатель. Он в данной схеме сработает при токе более 45 Ампер. И причем не сразу. Но мощности разряда может быть достаточно для возникновения пожара. Например, пусть ток разряда между фазой и нулем будет 10 Ампер. Этого недостаточно, чтобы сработал автоматический выключатель. В зоне сработает, так как ток утечки за пределы цепи нет. Но в процессе разряда будет выделяться мощность 10 Ампер, умноженная на 220 Вольт, равно 2200 Ватт. Это является мощностью мощной электрической плитки. Этой мощности достаточно для возникновения пожара. Третьей причиной возникновения пожара являются плохие контакты в фазных и нулевых проводах. Например, в распаечных коробках, клеймах розеток и выключателе. При этом в плохих контактах будет происходить искрение. Мощность искрения будет тем выше, чем более мощная нагрузка у вас подключена. Автоматический выключатель не сработает, так как ток в нем ограничен подключенной нагрузкой. Если подключена плита, которая потребляет 10 Ампер, то ток в цепи не может подняться выше этого значения. Он может быть только ниже 10 Ампер. В зоне сработает, так как утечки за пределы цепи нет. Пусть у нас падение напряжения на плохом контакте 20 Вольт, а ток, проходящий через этот контакт, 10 Ампер. Тогда будет 20 Вольт умноженное на 10 Ампер и это равно 200 Ватт. Причем эта мощность будет выделяться точечно в данном контакте. Этой мощности при искрении может быть достаточно для возникновения пожара. И это наиболее частая причина возникновения пожара. Так в каких случаях наша связка УЗО плюс автоматический выключатель нас защитит? Устройство с защитным отключением способно защитить нашу цепь только при утечках за пределы цепи. Это, например, утечки с нулевого или фазного провода на земляной провод или на корпус прибора, который подключен к земляному проводу, а также при утечках тока другие электрические цепи. Автоматический выключатель может защитить нас только от тока короткого замыкания или перегрузки цепи более чем на 1,13 номинального тока автомата. В нашем случае это более 45 А. Если мы применяем УЗО с током защиты до 30 мА, то оно может защитить человека от поражения электрическим током при прямом прикосновении к фазному проводу. Пожарное УЗО не может защитить человека при прямом прикосновении к фазе, так как у него ток срабатывания более 100 мА. Но оно может защитить косвенно, отключив напряжение в цепи при утечках с фазного провода на корпус электроприбора. Подведем итог. Что же нам надо делать, чтобы защитить себя от пожара со стороны электрики? Во-первых, не нужно ставить УЗО без автоматозащиты. Об этом я уже выше объяснял. Во-вторых, необходимо проверять работоспособность УЗО с помощью специальной кнопки тест. Рекомендуется это делать не реже раз в месяц. В-третьих, избегайте плохих контактов в электропроводке, в которых может возникнуть искрение. Все контакты должны быть хорошо затянуты. Все соединения надежны. Соединения в электропроводке доверяйте тока квалифицированным специалистам. В-четвертых, поджимайте винтовые соединения проводов, так как они могут расслабляться со временем. Это касается подключения проводов в электрощите, клеймниках. Рекомендуется такую профилактику проводить не реже, раз в полгода. В-пятых, обеспечьте доступ к тем приборам и соединениям, которые нуждаются в профилактическом обслуживании. Примером могут служить розетки и выключатели. Не стоит замуровывать распаечные коробки. По расположению розеток я постоянно конфликтую с мебельщиками, которые любят спрятать розетки подальше. Любая розетка должна иметь доступ к обслуживанию. Свою позицию по розеткам я описал в видео по электрике кухни. Ссылку на видео я оставлю в описании. Там же интересно почитать, что мне мебельщики пишут в комментариях. В-шестых, вовремя выявляйте искрение в электропроводке. Если услышите искрение и почувствуете характерный запах горелой проводки, то незамедлительно принимайте меры по устранению неисправности, пока это не привело к пожару. В-шестых, применяйте только исправные электроприборы. Если у прибора повредился шнур, то его следует заменить. Расслабленные контакты поджать. Использование электроприборов с неисправной проводкой тоже довольно частая причина пожара. В-шестых, если ваша проводка пришла в негодность, то не стоит ее постоянно чинить. Проще ее поменять на новую. Меньше времени будете тратить на ее ремонты, и она будет более надежная с точки зрения пожара. В этом видео я рассказал свои наработки по использованию пожарного узла и препятствованию возникновения пожара. Если у вас есть что добавить по этой теме, пишите в комментариях. У меня еще много интересных тем для роликов. Подпишитесь, чтобы их не пропустить. Если понравилось видео, ставьте лайк и делитесь с друзьями. И до встречи в новых роликах.